В конец документа добавить последний абзац с информацией об авторе работы. В характеристику входит следующая информация. Название факультета полностью, название специальности полностью, фамилия, имя, отчество, группа, название лабораторной работы. Вводим эти данные. Факультет гуманитарного образования. Следующее название специальности. Реклама и связи с общественностью. Фамилия, имя, отчество. Борисова Наталья Владимировна. Группа ZRE-113. Лабораторная работа номер 2. Форматирование текста в текстовом процессоре. Абзац готов. Следующее установить защиту документа. Рецензирование. Защитить документ. Ограничить форматирование и редактирование. Но если бы здесь галочки не было, я бы ее снова установила. Разрешить только указанный способ. Только чтение. Включаю защиту. Установлю простой пароль 123. Подтверждение 123. Защита установлена. Сохранить результаты в файл «Несанкционированный доступ». Файл. Сохранить как. Несанкционированный доступ. Сохранить. Следующие пункты задания 2 нужно будет делать в этом файле. Снять защиту документа. Отключить. 1, 2, 3. Защита снята. Вставить в документ второй абзац. Давайте на прежнее место из буфера обмена вставим второй абзац. Сохранить результаты в файл задания 2. Файл. Сохранить как. Задание 2. Ну, второе задание мы сделали. Задание третье. Пункты задания 3 нужно будет делать над текстом из файла задания 2. На первой странице нужно оформить титульный лист. У меня уже есть готовый титульный лист. Я просто его скопирую и вставлю на первую страницу. Копировать. Ставить. Так, что тут у нас? Надо привести в порядок. Я советую взять вид. Масштаб 75%. Бэкспейсом я подтягиваю. Здесь тоже бэкспейс. И здесь. Затем, ну, вот здесь у нас текст ушел. Мы его сейчас тоже подтянем. Вот таким образом. Ну, здесь приведу в порядок. Выделить абзац. И вот интервал перед и после поставить нули. Интер. Все. Вроде остальное все на месте. Следующий момент. По правилам оформления на титульном листе не должно быть ни номера страницы, ни колонтитула. Поэтому вкладка разметка страницы, параметры страницы, вкладка макет, различать колонтитулы, поставить галочку первой страницы. Ну, посмотрим. Колонтитулов нет на первой странице, а на всех остальных все как положено. Теперь, следующее. Проверить правописание. Рецензирование правописания. Но здесь вот, если нас все устраивает пропустить, 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 пропустить. Все. Проверка сделана. Далее. Определить стиль заголовка текста как заголовок один. Вот заголовок текста. Я его выделяю. Вкладка главная. Вот тут указаны стили. Найдем заголовок один. Если мы хотим изменить стиль, нужно нажать на кнопку изменить. И тут поставить те варианты, которые нам нужны. Я заранее выставила стили. И теперь осталось только, выделив заголовок, кликнуть на эту кнопку. Следующее. Каждому абзацу текста дать свой маленький заголовок. Я не буду долго думать. Я просто каждый абзац назову очень просто. Абзац 1, абзац 2, абзац 3 и так далее. Абзац 1, здесь я просто буду копировать. Абзац 2, абзац 2, 3, абзац 3, абзац 4, 5, 7, 7, абзац 8, Абзац 9. И вот этим заголовком нужно установить стиль заголовок 2. Нажимаю клавишу КТРЛ и выделяю одновременно все названия абзацев. Задаю стиль заголовок 2. А теперь нам нужно после титульного листа добавить еще один лист, а уже на этот лист вставить оглавление. Для этого я вхожу в конец вот этого листа, первого листа. Разметка страницы, разрывы, следующая страница. И вот сюда мы будем вставлять оглавление. Ну это я могу сместить, хотя она потом сама себе сместится, но заранее приготовлю. Оглавление находится в вкладке ссылки, Оглавление. У нас два уровня, потому что два стиля, заголовок 1 и заголовок 2. Шаблоны. Посмотрю из шаблона форматы, какие нравится. Вот формальный допустим. Давайте оставим классический. Заполнитель. Поставим вот так. Все нас это устраивает. Ок. Вот, пожалуйста, мы с вами вставили оглавление. Теперь мы можем так вот выделить. Enter пониже спустить, а здесь написать красиво по центру оглавление. Выровнять по центру. Можно еще вот так сделать. Побольше сделать. Поставить шрифт Times New Roman. Допустим, 16. Так, здесь почему-то у нас калибри. Давайте все-таки приведем Times New Roman. Сделаем 14. Сделаем 14. Это надо нам так все сделать. 14. Вот. Затем, ну, здесь давайте Backspace потянем. Ну, вот, наша работа готова. Тут можем еще вот так сделать. Посмотрим еще разок на титульный лист. Все в порядке. Нужно сохранить файл задания 3. Сохранить как? Задание 3. То есть, в вашей папке должно храниться 1, 2, 3, 4, 5 файлов. Задание 1, задание 2, задание 3. Исходный текст и несанкционированный доступ. На этом работа наша подошла к концу. Мы это сейчас все еще разочек. Так вот. Приведем все в порядок. Все. Работа готова. Приведем все в порядке.